всем привет выжившие с вами я stalker баннерщик и это мир фоллаут а4 продолжая выживать здесь и ищу своего сына а сейчас я нахожусь на базе братства у меня две задачи можно сесть в один винтокрыл можно сесть другой но в принципе без разницы давайте сядем в этот мы полетим на вертубке 200 летней давности в самом деле что может случиться и так а мы садимся боевой винтокрыл вернее сели уже и полетели куда мы летим пока неизвестно но я уже пулемета по какой именно задача я лично я многом на взял задание вот именно от братства буду выполнять их понемногу ну хочу помочь им почему они в принципе они воюют так сказать за мир во всем мире но глупо это конечно но все же все же по крайне мере они воюют против мутантов они люди я тоже человек почему бы им не помочь тем более броню меня такую неплохую подогнали убить супер мутанты чудовища зачистить форд стронг зачистить арсенал базы фон стронг вот он чудище эх пулемет немножко перегрелся давай 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 есть так убили или мутанта но нужно еще зачистить ах давай развернись развернись развернется да ствол перегрелся немного но нормально нормально сейчас мы спустимся на землю и я уже пойду откуда стреляют нормально нормально пока ох тут их сколько конечно можно спуститься но зачем когда он съесть патроны патроны пока еще есть поэтому мы можем стрелять прям с винтокрылом и так зачистили форта стронг неплохо ну что я так чувствую придется выходить до долго мы тут не посидим винтокрыл дальше не идёт теперь дальше своим ходом так чтобы нам взять из оружия пистолет к эллога давайте пистолет возьмем и так винтокрыл отвалил но правильно делать ему здесь нечего мы убили супер мутанта убили более-менее супер мутантов которые бегали здесь в округе но это еще не все я так понимаю нам нужно идти внутрь а зачищать так а где мы убили супер мутант у нее по любому есть что-то интересное правильно это обычный супер мутанта был такой прямо супер-супер мутант блин мутант в квадрате это не тот а сейчас мы его найдем рано или поздно не не он ли это фиг знает они все здоровые уроды блин мутантища их не поймешь кто из них кто ну что вот я так понимаю нам туда нужно форт идти да а вот он супер этот мутант ох и и действительно если бы его стрелял наверное чудище это даже не супер мутант это чудище его стрелял свое со своего стволов блин я бы наверное не убил бы его у него на спине тележки еще из супермаркета привязана полем просто мощно ладно в итоге нам я так понимаю вон туда да нам нужно проникнуть внутрь и все зачистить дум что будет так все просто но в любом случае на цель это внутри пойдем арсенал базы ford strong то я думаю там что-то интересное да и будет ох мы прям самым самым прям можно сказать рассадники ада до мутантов тут конечно нехило жила может быть кто-то и живет сейчас так чтоб поставить может быть дробовичок нет подожди дробовичок то у меня и стоит как раз я туплю немножко двинули понемножку дробовик самый оптимальный вариант для ближнего боя хотя пистолет келлога тоже неплохо на получить нет это не то хочу вот эту взять а вот это мощь у меня есть конечно вот такой пистолета с института есть карабин с институтом но он помощнее конечно карабин но он стреляет одиночными не очередью а вот пистолет стреляет очередью на ближнем дистанции в принципе неплохо так это будущее деньги конечно все это я продам и заработаю главное много с собой не брать ладно погнали дальше а вот ближний бою этот пистолет просто неплохо плохо себя показывает легендарный супер мутант мясник получи сейчас мы тебя заколбасим мутантское отродье отлично ну что ник справляемся потихоньку так куда нам дальше то двигать давайте попробуем дверь открыть что ли опа с первого раза получилось а вот мы как вышли сюда все понятно двигаем дальше дверь еще одна дверь что попробуем с первого раза их не получилось но ничего страшного и чуть-чуть и вот так должно открыться нет мы теперь знаем как открыть открыть открыли ну что сундук ухты патроны и пуская граната очень много интересного и конечно же терминал терминал сейчас мы попробуем обыскать залезть внутрь и посмотри какая там информация есть а рапорт генерала про к рапорт 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 какой последний рапорт это сентябрь 77 года ну давайте посмотрим что там у нас интересном он после ряда неудач и потеря одну из питательный бригад мы наконец смогли довести до ума пусковой механизм установки м42 вашингтон добивался от меня чтобы побыстрее закончили с этим проектом но поскольку речь идет о столь мощном оружие предпочел не спешить мы доставлю стану на базу снабжения в миссисипи и теперь ждем когда нам скажут куда переправить их дальше надеюсь мы сможем еще до конца месяца вывести отсюда все эти бомбы мне не очень комфортно спать смысле о том что в 20 футах подо мной хранится типа ядерных зарядов при помощи которых можно стереть весь этот остров в порошок а все я так понимаю мы все что хотели нашли то есть под ним как раз какие-то ядерные заряды я так думаю они нам и пригодятся давайте виски возьмем чтобы потом отпраздновать победу нам нужно вниз 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 фото камера вот на щетка для волос ну что непонятно неужели выйти на оружие нам нужно ну ладно давайте выйдем может быть это все что нам нужно было добыть хотя как-то маловероятно надеюсь эта миссия еще не закончена так как в само хранилище мы не проникли наверное где-то еще вход в ней внизу есть должен быть какой-то вход нет все равно все равно горит что нам нужно туда как-то проникнуть на я так понимаю в подземелье вот этого нужно до этого убежища вот как патроны нет нам явно нужно внутрь и явно внутри есть какой-то проход вниз не зря же он говорил что подо мной хранится ядерные заряды значит есть там что-то есть все таки да определенно еще миссия не завершена как пройти вниз и вот я опять на месте сейчас нужно информацию квартимейстер уберем уберем а то что нам не нужно и оставим только вот а то 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 задание без пощады зачистить арсенал базы for strong сам for strong мы зачистили убили супер мутанта чудища и встретились старейшинам вроде все зачистили всех блин ну что-то явно не стыкуется что-то явно не то не все мы обыскали не все зачистили а вот здесь я явно еще не был да это точно коробка с боеприпасами так там пусто что-то здесь не ладно да вроде все зачистили может быть я какие-то документы не нашел все может быть да нет вроде все обыскал все что можно было посмотрел мутантов всех уничтожили опа нет не все так просто значит да лифт не всегда показывает вниз по большому счету мы всегда едем вниз не может такая база бы я громадная именно только на поверхности большая часть этой базы находится под землей на его там нас конечно ждут а мутанты да по-любому только как вот мутанты добрались вниз управляют лифтом все таки может быть есть в них какие-то зачатки разума даже неизвестно даже неизвестно так картотека что валентайн погнали не так то тут все и просто ладно многое с собой брать не буду мы сюда пришли не за этим вау так то что у нас нет ничего интересного нету на что посерьезней на умри злодей ух ты все что вроде нормально нормально продвигаемся вперед отлично всех убили но мы же не можем просто так а уйти понятное дело нужно трупы обыскать блин валентайн я прям немножко испугался чуть в тебя не выстрелил ты прям как-то резко подбежал а нужно выкинуть то что нам не нужно 556 патроны забирает пяти миллиметровый забирай это тоже забирай так 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 лазерный пистолет от моей боевой карабин бутылка виски это тоже забирай ну и все остальное что ты сможешь забрать забирай головы у нечаянно скинул так патроны нет патроны отмена ну что тебе тут еще скинуть пистолеты ну вот всякая мелочевка все двинули дальше скинул ему вещи и и сколько тут а мясо просто немерено о терминал терминал целые надо полазить посмотреть что там интересно есть отряд браво проект отряд браво проект 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 отчет 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 давайте последний проект вернее Последний отчет почитаем. У нас ушло на это больше полугода и пришлось провести более сотни испытаний. Но теперь установка М42 наконец готов к боевому применению. Даже не верится, что я за год с лишним потратил на один детственный проект. Зато на душе приятно при мысли о том, что наши ребята на фронте получат такой дотошно протестированный образец вооружения. Теперь вероятно Брок перебросит нас на какой-нибудь другой проект. Но пока что у меня есть чем заняться. Надо до конца месяца собрать все эти головки и подготовить их к отгрузке. Ну что, головки готовы, в общем. Я так думаю, нас в подвале ждет какая-то супер навороченная пушка. Ну или что-то еще интересное. В любом случае, двигаемся дальше. О, вот они. Ящики, я так понимаю, с этими боеголовками и как раз их вот готовили к отгрузке. Но загрузка за... Отгрузка застоплилась. Бывает. Катастрофа, все дела. Ядерный мини-заряд возьмем. Огнетушитель нам не нужен. Что тут у нас интересного? Патроны, первая помощь. Но, в принципе, больше ничего. Итак, нашел я это место. Что делал дальше, не знаю. Ну, нужно посмотреть... По карте, может быть, я совсем не туда пошел. А вот какой-то еще пульт управления, что ли, или что это? Ядерная батарея. Ничего тут особо нету. Ну, зачистили мы, зачистили. Нужно посмотреть, что у нас там по задаче. А поговорить с паладином Дансом. Да, нам нужно вернуться и поговорить с паладином. А все, что я мог, я зачистил. Все, что я мог, я отсюда забрал. Хотя не все, но... Может перегруз быть. Поэтому давайте, наверное, вернемся на поверхность. И с паладином пообщаемся. Да, нужно возвращаться. О, а паладин здесь. А ты что тут тусуешь у нас? Данс пишет. Вот это да. Ты, наверное, ненавидишь мутантов так же сильно, как и я. Ну, в принципе, да. Я мутантов ненавижу. Конечно, мне было так приятно с ними разделаться. Жаль, что не все люди разделяют наши чувства. Я не верю своим ушам. Никто не любит супермутантов. Но то, о чем вы двое сейчас говорите, это геноцид. Это чудовище. Еще одно доказательство того, что человечество на угаде делает огромный шаг вперед только для того, чтобы затем, оступаясь по пять часов на два шага назад. Данс, я столько лет пытался остановить это безумие, когда уже казалось, что удачно в нашей стране появились синты. А я видел, что супермутанты делают с людьми. Можешь себе представить, как поступят с нами синты, если победят? Это будет новый Армагеддон, в котором погибнет все, что нам дорого. Слушай, я не хочу утомлять тебя речами, но тебе нужно понять, как для нас важны эти задания. Так, ладно, не извиняйся, я, в принципе, твою политику разделяю. Можешь не извиняться. Спасибо, брат, приятно понимать, что ты прислушиваешься к моим советам. Ну ладно, хватит об этом. Для тебя самое главное выполнить задачу, захватить боеголовки. Возвращайся на предвидение, поговори с Мэксоном, уверен, что хочет как можно быстрее получить от тебя сведения. Ладно, теперь с Мэксом нужно поговорить, с Паладином Данцем мы пообщались. Так, это где я? А, я в лифте. Ну что, погнали наверх. Ник, и ты здесь наполовину вписался в стенку лифта. Ну бывает, ты же робот, тебе простительно. Так, ладно, здесь зачищено все уже, мы не с перегрузом, поэтому мы можем, в принципе, шустро двигаться, и это хорошо. Ну вот, я и в Содружице. Мне нужно... Мне нужно... Мне нужно вернуться на предвидение. Так, мне туда, вот, наверхушку. В этом нужно. Так, а где же у нас винтокрыл? Паладин Данц. Неужели нам пешком придется идти? Да ладно. То есть сюда довезли, повыполняя Сталкер задачу, обратно добирайся своим ходом? Не, ну Паладин же куда-то двигает, а значит винтокрыл тут должен быть. Ну, я, если честно, не наблюдаю винтокрыл. Че, неужели мне пешкаросом придется двигать? Да, наверное, придется двигать в обход. Ну, а какие еще варианты? Винтокрыл за мной не прислали, даже Паладин вон пешком топает. Ну, тут недалеко, ладно, дойдем. Так, это что у нас тут? А тут вот этого робота-охранника-то нет случайно? Обычно они вот на таких базах тусуют. Ну, тут я смотрю, все разгромлено. Опа. А что мы здесь видим? Силовая броня Т-60. Ну, у меня-то получше. Куда мне столько силовой брони? Разве что на продажу можно взять ее. Ну, ладно, возьму на продажу. Да, Паладин тоже пешком идет. Раз уже за Паладином не прислали винтокрыл, то мне нечего даже об этом думать. Двинуем, двинуемся понемножку. Мелочи тут дойти-то чуть-чуть осталось. А тем более здесь рядом поселение. Ну-ка, выйду-ка я. Силовой брони устал я в ней бегать. Немножко свежим воздухом подошел. Да, тут поселение, которое... Вот. Два человека тут, да, вроде бы. А защита тут нормальная стоит. Может быть, стоит... Посмотреть. Счастье. Так, три места. Защита 20. Энергия 0. Вода 3. Пища 3 места. Может быть, что-то стоит сделать здесь для увеличения численности. Ну, тут рядом база братства. Почему бы плацдарм себе не сделать? Сейчас посмотрим, что мы можем здесь поставить. Для начала, конечно же, мебель. Это кровати. Так, нет. Это слишком для них жирно. Я думаю, они смогут и на спальном мешке поспать. Тем более он места меньше занимает. Так. Как же ты неудобно встал-то, а? Ну-ка, свали-ка отсюда. Я хочу. Вот. Еще одно место создали. А ну-ка, рядом еще одно получится? Нет, не получилось. А вот здесь, рядышком, еще одно место. Блин. Ну, Ник, ты прям как неудобно-то встал, а? О, еще одно место. Я думаю, этого хватит. Итак, пару мест мы создали. Может быть, и люди сюда придут. Но что тут им нужно еще? Даже не знаю. Для счастья. Что еще нужно для счастья? Питание. А питание у них есть? Блин, да вроде бы нет питания. Ладно, поставим пункт готовки пищи. Пусть наслаждаются. Оборона, оборона есть, ресурсы. Вода. Этого мало. Пища. У нас из пищи ничего нет, я с собой не брал. А нет, есть. Ну, в принципе, больше у меня... Тут и нет ресурсов. Все свои ресурсы я перетащил на основную базу, где строю. Ну, я добавил им немного места. Может быть, пару еще поселенцев сюда придет. Пункт готовки пищи поставил. Ладно, выживайте. Больше ничего не остается. Привет, как ты? Привет, как ты? Давай, до встречи, красотка. Увидимся еще. Ну, а я пойду по своим делам. Ну, вот я сразу на придвине. Не стал идти пешкарусом, а решил перепрыгнуть. Так, моя задача поговорить нужно, да? С главным. Ну, что же, двинем. Мостик придвина, пообщаемся. Старейшина. Так, старейшина, ну ты что? Поздравляю с успешным завершением задания. Так. Что теперь будет с Форд Стронг? Палатин Данс руководит погрузкой толстяков на придвин, а не обеспечит нам большое преимущество в бою. Кроме того, я приказал одному отряд занять форт, он встанет здесь на нашем плацдарме, поможет оборонять восточную часть аэропорта. В общем, благодаря тебе мы получили стратегически важные объекты. Нормально, в принципе. А, давайте. Это был не институт. Не волнуйся, рыцарь, он тебе еще встретится, и потом, раньше, чем ты думаешь. А для того, чтобы поставить институт на колени, нам понадобится весь наш арсенал. Я хочу, чтобы у моих солдат было только самое лучшее снаряжение, вот поэтому я даю тебе вот это. Если понадобится транспортный винтокрыл, эти сигнальные шашки помогут нам тебе найти. Просто брось одну и на землю, и тогда винтокрыл будет ориентироваться к уникальному электромагнитному дыму. Как только окажешься на борту, открой кастрюм пин-бой, чтобы указать навигационную систему точку, в которую хочешь попасть. Отлично! Мне бы не помешали крышки. Сигнальные шашки обычно предназначены для паладинов, однако в твоем случае я сделаю исключение. Гордись этим. Ой, блин, спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, что бой за Форс-Сронг это всего лишь первый шаг на пути к освобождению Содружества. Впереди нас еще ждет более важная задача. Ладно, в итоге... Он нам дал шашки. Давайте посмотрим, что за шашки он мне дал. Так, предметы. Оружие это, наверное... Все-таки оружие, да? Сигнальная шашка для винтокрыла. Так вот. Теперь, если мне нужен винтокрыл, я могу бросить сигнальную шашку, он прилетит, и потом, когда я буду внутри, я укажу место на карте, куда он меня может перенести. И он меня перенесет туда. Это очень удобно. То есть, теперь я могу перемещаться не только посредством телепортов. Телепортов, как я перемещался раньше по карте, но и с помощью винтокрыла. Плюс на винтокрыле есть нифиговый арсенал. Ну, то есть, можно еще с воздуха стрелять. Это тема. Это тема. Вот, кстати, для винтокрыла мы, наверное, девятую ячейку поставим. Будем знать, что на девятую ячейку у нас винтокрыл вызывается. Ну, и чтобы закрепить это действие, давайте мы, наверное, правильно, нужно полетать на винтокрыле. Хочу посмотреть, как он управляется. Ну, я сейчас нахожусь, понятное дело, на базе. А если я просто в винтокрыл зайду, он меня какой-то отвезет? Нет? Или только шашку? Да. Мне нужно покинуть базу, где-то разместиться на поверхности, вызвать винтокрыл и попробовать куда-то перелететь. Ну, посмотреть, как это работает. Ну что? Да, действительно. Давайте мы тогда... Форд Стронг мы зачистили, придвинуем мы тут, Борсенский аэропорт. А давайте вот сюда переместимся. Да. И вот я опять в этом поселении, ну, в котором недавно был. Вот сейчас и вызовем винтокрыл. Все. А винтокрыл к вам вылетел. Посмотрим. А через сколько он прибудет вообще? Может быть, он через часа три прилетит такой. А я уже умру там. А он только прилетит. Если он оперативно прилетит, то неплохо. А нет, вон, кстати, винтокрыл летит. Нормально, нормально тема. Вот шашек у меня мало, нужно будет их действительно использовать, а только когда... прям необходимо. Ну и посмотрим, куда он сможет меня переместить. Великолепное. Давайте заберемся в винтокрыл. Так, ну что? Да, в винтокрыли мы можем стрелять. Это, конечно, большой плюс. А куда мы полетим? Нужно посмотреть, где мы давно не были. Я так думаю, нужно слетать в сторону Альянса. У меня с собой много ресурсов, которые можно продать. Я обычно продаю их в Альянсе. Нормальная тема. Перемещаемся. Отлично. То есть мы не перемещаемся мгновенно, мы просто взлетаем и полетели. Я не знаю, насколько долгий это будет процесс, но винтокрыл не так уж и быстро летит, но зато можно расстреливать мутантов, которые бегают внизу, ну и немножко изучать местность, да, так. По крайней мере, сверху смотреть. Многие мутанты тебя не могут сверху атаковать, а ты можешь посмотреть, где они обитают, ну, как-то более-менее изучить. То есть винтокрыл – это очень даже неплохое средство именно для разведки. Не только для перемещения. Переместиться в Альянсе я мог моментально путем телепортов, а вот на винтокрыле я могу просто лететь и смотреть. Ну и, понятное дело, процесс будет очень долгий. Он хоть и летит по прямой, но все же. Давайте откроем карту. Вот где я нахожусь. Я взлетел от Хартхагенбич и летим здесь. А летим мы на минутку в Альянс. В любой момент я могу приземлиться, и он выберет место, куда приземлиться. Блин, кстати, неплохая тема. Можно здесь передохнуть, пока летишь. Подумать о прошлой жизни. Или приземлиться где-нибудь на крышу. Смотрите, вот я обнаружил верфь Irish Pride Industries. Ну, скорее всего, он может и на крышу приземляться. Я думаю, он оптимально выбирает маршрут. И если нужно приземлиться, оптимально выбирает место. На дерево он, понятное дело, не сядет, а вот на крышу очень даже неплохо. Ну, и, конечно же, тут патронов. Немеренно стреляй, не хочу, как говорится. Давайте глянем карту, где я лечу. О! Мы к Альянсу уже подлетаем? Да, действительно. А быстро, быстро. Вроде как бы не особо быстро было, но терпимо так, терпимо. А в итоге мы приземлились около Альянса. Давай, Ник, или выпрыгивай. А вот эта тема мне нравится. Не зря вступил в Братство. Это стоило того. Ну что, вот мы и в Альянсе. Теперь мы будем перемещаться, наверное, в основном на винтокрылье. Останется только побольше шашек вот этих добыть, которые помогут вызвать его. будем проводить разведку с воздуха именно на винтокрылье. Отличная тема. Ну, а на этом все. Мы проведем ночь в Альянсе. Здесь безопасно. Тем более, у меня есть деньги. Деньгами везде, можно сказать, безопасно. И накормят, и напоят, и спать уложат. На этом все, сталкеры. Мы увидимся на просторах Фоллаута, но уже в следующий раз. Всем до встречи. Всем пока.